Ну вот, разжёг, закрутил. Кстати говоря, вот эту, когда тянешь горелку, очень трудно определить, когда же остановиться, потому что свинец подаётся. Ну, думал, подтяну, но уже как-то, видимо, на ощупь подтянул. Вот эта оранжеватость пламени, которую вы сейчас видите, сейчас, может, какой-то тёмный фон попробую создать. Вот. Ну, в самом начале, как только вот я его разжёг, даже почти не запыхался, да, благодаря, там, своему этому клапану, вот, вот этого вот оранжевости не было. То есть, я всё-таки склоняюсь к мысли, что вот эта оранжевая составляющая, это всё-таки от раскалённого металла она происходит. Вот. Но, вот глядя сверху, я смотрю, что даже не могу сказать. Там сейчас, сейчас и вам покажу. Вот. Вот. Вот это меньше желтизны стало или, ну, вроде бы, как меньше, не знаю, на камере не видно, но я вижу, что всё-таки жёлтые вот эти вот зубчики такие всё-таки присутствуют. Ну, как всегда, неожиданно закончилась память в телефоне, я там чуть-чуть поубирал лишнего, но постараюсь быть кратким. Кстати говоря, я, собственно, из-за чего, что я вам хотел показать. Вот там вот, если видите, в нижней части, такой вот как ореольчик, то есть пламя слегка пробивается, о, из-под колпачка. Да. Даже так. Вот. Просто такой диковинный результат. Вот. Ну, на этом пока всё. Ну, а не всё. Дело в том, что не дают мне покоя вот это, то, что он, конечно, горит синим на полном газу. Но на малом газу всё-таки вот в нижней части там проскакивают, не проскакивают, а чётко видны жёлтые эти такие зубчики. Причём я даже делал тест на копоть. Ну вот, подставка, например. С подставкой тут, в прошлый раз я там рассказывал, потемнело вокруг. Ну, это, я там что-то про краску говорил, но очевидно, что дело не в краске, потому что она бы потемнела ближе к горячему. А вот здесь, где попрохладнее, вот здесь как раз вся копоть и оседает. Поэтому я сделал тест на копоть. Взял вот такую вот железяку. Вот. Здесь вот видно, это с прошлого раза. То есть, беру железяку, просто её сверху кладу на одну минуту. И смотрю, вот в прошлый раз, вот оно такое стало. А в этот раз, ну, я это не снимал. Вот. Ну, здесь вот цвета побежалости. То есть, копоти нету. Но это на полном газу. Опять же таки. Вот. А мне ж хочется, чтобы и на малом газу это всё происходило. Поэтому заказал форсунки. Ну, вот, кстати, родную вот эту уже выкрутил. И, забегая наперёд, там был вопрос по поводу резьбы. Вот оно всё-таки немножко шатается, резьба. Но, я думаю, что небольшое количество фум-ленты спасёт ситуацию. Вот. То есть, там буквально два-три витка, не больше. Вот. Вот. Значит, две форсунки меньшего диаметра. Что такое? Одна из них просверлена 0,25. А вторая просверлена 0,3. Сверлилась. Ну, вот я там свёрла даже давал, потому что моя просьба была воспринята с долей скептицизма. Вот. 0,25. Ну, и 0,3. Там оно такое же, только хвостовики толстые. 0,25 по текстолиту. И меня, честно, предупредили, что будет сложно, что может разбить. Ну, в принципе, там, если 0,26-0,27, то как бы ещё укладываемся в наши в наши размеры керосиновые. Ну, в керосине, как бы, и идеально, и канонически считается 0,28. Диаметр форсунки, значит, вы тоже можете заказать вот по вот этому телефону. Значит, работа выполнена была в очень сжатые, просто-таки реактивные сроки. Ну, вот. Это 0,25. Но тут 0,25 не вместилось. Я их специально пометил сбоку. Здесь одну нарезочку сделал. Вот. По одной нарезочке. А 0,3 сделал две нарезочки. Вот. Очень качественно выполнена работа. Как я и просил, вот здесь вот без без этих луночек, потому что они могут привести к гулянию пламени, значит, чтобы было заподлицо, там перпендикулярно все. Вот. Под, кстати, под шестигранник, что очень удобно, под обычный шестигранник, не надо ничего мастерить. Все. Сейчас вот приготовил фум-ленту. Тут просто такое место не очень не очень удобное. Начнем мы, пожалуй, с вот этой, с меньшей форсунки 0,2. В смысле 0,25. Вот. Ну, сейчас подмотаю фум-ленту, прикручу и посмотрим, что из этого выйдет. Ну, вот так вот это выглядит во вкрученном состоянии. Уже в этот раз, когда вкручивал, то придерживал здесь плоскогубцами, чтобы, ну, не поотрывать эту трубку. Ну, сильно не затягивал. Все, сейчас разжигаю. Вот. Заканчивается прогрев. И успею или нет. Ага, закрыть перепуск. Ну, нифига себе. Что сказать? Кроме как восхититься. Видно или не видно? Не видно. Сейчас закрою дверь. чуть-чуть желтоватая. Ничего, поддадим копоти. да, перехвалил немножко сам себя. Видимо, видимо, дело не только и не столько в форсунке, как в колпачке. и в данном случае, хотя и смесь может быть получилась бедноватая, но но скорости скорости не хватает. форсунки 0,25 даже если ее там разбило, пускай до 0,26 ну пускай 0,27 но не знаю, это уже практически керосина. То есть скорости не хватает, чтобы чтобы пламя выходило с достаточной скоростью и горело синим, а не желтым. Ну тут тест на копоти, я думаю они бессмысленно что-либо предпринимать. А так красиво начиналось. Похоже динамическое горение уже колпачок красный. видно вам что он красный или я вижу что он такой хорошо раскаленный. То есть горит оно скорее всего внутри. потихоньку, потихоньку, потихоньку. выключим. Выключим. Сейчас попробую качнуть, чтобы получится. меня ленаны. но зато теперь мы знаем теперь мы точно знаем что 0,25 для керосина мало. Так, сейчас остужу и попробуем следующую, 0.3. Вот, решил попробовать ту же форсунку 0.2, но с колпачком от вот этой горелки, у которой больше резьба, которая не влезла. Вот, я хотя там про нее и наговорил, но это ж у меня штамповский рекорд. Есть еще рекорды, там, Кольчугин, Тула, ЗШВ, то есть там, возможно, к каким-то другим она и подойдет. Вот, но зато вот результат, что дело не в форсунке, а в колпачке. Ну, с форсункой очевидно, что с форсункой 0.2 оно не даст такую мощность, как вот мы видели раньше. Вот оно еле-еле, сейчас, может, на темном фоне, так, чтобы было видно. Но, вот, но в принципе, как бы по итогу, по крайней мере, можно как-то, как-то пользоваться. Но, 0.3 форсунку, в смысле, да, 0.3, сейчас все-таки еще раз попробую. Так, это уже форсунка 0.3. Заканчивается разогрев. Ну, поехали. Перепуск не успел. Ну, ладно. Ну, я бы сказал, что очень хорошо. Но с 0.2 в начале было примерно так же. Если тень создать. Да, это уже что-то ближе, ближе к делу. Небольшой газ. И вот оно пошло, желтизна. Полезла, поперла. И что ты с ней будешь делать, даже не знаю. Ага. Ну, вот, то есть, ответ на все вопросы. Зазор, зазор, зазор между колпачками. Дело не в форсунке. А в зазоре между колпачками. Выглядит точно так же, если... Желтая аж. Сейчас свет. Он видно. Видно, не видно. Тюмный фон какой-то сделать. Все равно желтая. И попробуем то же самое, только с заводскими колпачками от другой горелки. Ах ты, ерунда. Как оно? Так. Так. И вот так. Перепуск. Шикардос. Шикардос. Ну что. В конце концов, та горелка выполнила свое предназначение. Она обеспечила голубое пламя на этом на этом примусе. Плюс, конечно, форсунки. Вот. Это 0,2. Но тут чуть-чуть обгорело. Ну вот она. 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 Ну, не знаю еще, что дальше с этим рекордом. Что с ним еще можно сделать, вывернуть. Так что, теперь уже, наверное, точно все. Спасибо за просмотр. Там лайки, подписки на ваше усмотрение. И догорят наши примуса синим пламенем. Спасибо за просмотр. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok